здравствуйте дорогие подписчики и зрители нашего канала сегодня хотел сделать обзор закона о предоставлении земли фермерским хозяйством без торгов спрашивали наши подписчики на эту тему мы этот закон изучали одно время потом уже откладывали теперь плотно могу рассказать чтобы понимать что это такое и какие новшества и введены и какие теперь нюансы нужно учитывать для получения земли без торговых закон это на 14 июля 22 года номер триста шестнадцать фс называется шоу внесение изменений в отдельные законодательные акты российской федерации значит смотрите чтобы хорошо разбираться в любом законе вы должны может быть послушать меня потом опять найти в интернете этот закон который я назвал и сами внимательно прочитайте осознайте подумайте про него и посмотрите как это относится именно к вам то есть на только на то что я говорю вы сильно не полагайтесь полагайтесь прежде всего на себя и вам советую при любых случаях значит здесь просто вносится изменения в законы тут я не буду останавливаться на первых статьях которые там дополняют какие-то статьи земельного кодекса вот здесь остановлюсь на тех моментах которые по моему мнению являются существенными значит здесь я рассмотрим кто является здесь субъектами субъектами здесь являются граждане и крестьянские фермерские хозяйства вот это очень серьезный вопрос потому что здесь крестьянские фермерские хозяйства подразумеваются в той форме которая предусмотрена законом о крестьянском фермерском хозяйстве это старый закон который действует там в усеченном виде там много статей исключено но он существует поэтому стоит большой вопрос относится ли этот закон например к и п тире глава крестьянского фермерского хозяйства который например являемся мы относится это ли к и п которые имеют хозяйственные виды деятельности в своей регистрации и и вообще почему граждане приравнены к вопросу крестьянско-фермерского хозяйства потому что здесь везде идет граждане заката крестьянско-фермерское хозяйство вот это есть одна загрузка которая как бы не разрешена нормально так вот значит первое про что я хотел заметить здесь значит в пункте статье 2 этого закона вносится изменение в пункт 8 статьи 10 закона об обороте земель сельхозназначения если кто не знает наше видео мы этот пункт затрагивали он касается предоставления земли без торгов крестьянско-фермерский крестьянско-фермерским хозяйством и сельхозорганизациям которые получали господдержку так вот если кто помнит на основании этой статьи мы выиграли судебный процесс по которому получили землю без торгов в соревновании с одним адвокатом из москвы то есть он не был участникам программы господдержки мы были участниками программы господдержки в связи с этим судебное решение было в нашу пользу я про это уже рассказывал так вот сейчас в этом пункте несли изменения по которым убрали понятие крестьянско-фермерское хозяйство а оставили только сельхозорганизации получающими господдержку это существенный момент то есть льготное получение земли без торгов имеет право сельхозорганизации получающие господдержку которые занимаются сельским хозяйством которых виды деятельности хозяйственные которые занимаются имеют выручку 70 процентов составляющую выручку от реализации сельскохозяйственной продукции значит в связи с этим тем что здесь исключены крестьянско-фермерские хозяйства здесь вводится статья закона об обороте земель сельскохозначения вводится статья 10.1 вот она как раз и говорит об особенностях предоставления земель крестьян гражданам запятая крестьянско-фермерским хозяйством для осуществления его деятельности значит здесь идет и этот пункт состоит из статья состоит из семи подпунктов которых рассказывается каким путем это предоставляется земля без торгов вот я сейчас эти пункты разберу суть в том что раньше вопросом предоставления земли без торгов крестьянско-фермерским хозяйством и гражданам была посвящена норма статьи 39.18 земельного кодекса в ней предусматривалось правило торгов то есть если есть заявитель есть второй заявитель то объявляются торги также еще было вопрос предварительно предоставлением предварительное согласование предоставление земельного участка понятия было ну короче там были предусмотрены торги сейчас эта земля предоставляется без торгов и порядок этот установлен как раз вот этой нормой статьи 10.1 закона об обороте земель сельскохозначения то есть снимка камни предоставляется размотрими теперь эти пункты и в первую какой земли это касато ее Это касается участков земель сельхозназначения. То есть это не земли с сельскохозяйственными видами использования в составе земель населенных пунктов. Нет. Это касается только земель сельскохозяйственного назначения. То есть мы смотрим на категорию земель. Здесь регулируется эта норма земли сельскохозяйственного назначения. Дальше. Ну, про субъекты мы говорим. Граждане и крестьянско-фермерское хозяйство для осуществления их деятельности. При этом указывается, что предоставляется земля в соответствии с этим законом. И в том числе и с учетом действующего земельного кодекса и закона в обороте земель сельскохозяйственного назначения. Значит, срок установлен третьим пунктом на срок до пяти лет. Срок аренды такой земли. Естественно, там сто процентов будет право продления этой аренды, право выкупа этой земли. Дальше. Самый главный, ключевой и, наверное, самый спорный момент будет касаться вопроса предоставления этих земель. То есть если раньше был вопрос торгов, то есть соревнование между заявителями шло, грубо говоря, деньгами, то сейчас пунктом пятым установлено, что заявления рассматриваются в порядке их поступления. То есть кто раньше написал заявление, тому земля и передается без торгов. Вот и все. Поэтому, если у вас есть земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в муниципальной собственности, вы должны написать первое заявление, когда вы ее получите. Так, дальше вопрос. Дальше вопрос идет о... Ну, там есть следующий пункт касательно того, что запрещается изменение целевого назначения, изменяется, запрещается его передача в субаренду и так далее, в залог там и так далее. Все эти вещи понятны. Но самый главный вопрос. Теперь, дальше вопрос об отказе предоставления этой земли. То есть у нас есть статья земельного кодекса 39.16, в которой указаны случаи отказа предоставления земли без торгов. Там много случаев, не буду их вычислять. Здесь вводится одно из важных оснований, дополнительное основание. То есть пунктом семь здесь вводится, что отказ, принимается решение об отказе, в случае, если у заявителя имеется в наличии с учетом предоставляемого по новому заявлению участка старые земельные участки в аренде и совокупности такого рода аренда будет превышать нормы, установленные местным законодательством, то есть законодательством региона, то есть области или республики, или субъекта федерации, по нормам предоставления земли для определенных категорий лиц. В каждом регионе есть такой закон, и он определяет, что для ЛПХ столько-то земли, для КПХ столько-то земли. И вот, например, в Турской области такой порядок, такой объем земли соответствует 500 гектарам. То есть, если у вас имеется 450 гектаров земли, вы просите еще один участок в аренду, а, и они все, эти 450 гектаров, являются арендованными вами и полученными в аренду от муниципалитета, то, и вы просите в аренду еще 100 гектаров, например, то вам будет отказно, потому что у вас будет превышение нормы на 50 гектаров. То есть, вот эти предельные размеры здесь установлены как основание для отказа в предоставлении земельного участка без торгов. И второе основание для отказа вводится тоже. Это случай тот, когда вы написали заявление о предоставлении какого-то земельного участка в аренду в муниципальной собственности, а уже по нему поступило ранее заявление от другого крестьянско-фермерского хозяйства или гражданина. Вот и все. Значит, я не могу сказать здесь, опять-таки, про вот этот предельный размер указано касательно крестьянско-фермерского хозяйства, но не указано относительно гражданина. То есть, является ли это отказом для просто гражданина? Полагаю, что здесь должны вступать нормы этих же законов региональных, касающихся предоставления земли гражданам, просто гражданам. Они тоже есть. Вот. Эти нормы тоже установлены этими законами. То есть, таким образом, получается, подводя общий итог, этим законом вводится абсолютное свободное основание предоставления земель без торгов для крестьянско-фермерских хозяйств и граждан для осуществления своей деятельности. И исключаются случаи предоставления земли без торгов участникам КФХ, как участникам программ господдержки. И устанавливаются дополнительные основания для отказа предоставления земли без торгов, как превышение нормы, установленной для определенной категории лиц законами регионов. Вот, пожалуй, и все, что в этом законе сейчас установлено. Что-то хотела добавить? Нет, все. Да, мы просто анализировали соленый этот закон. Ну, в принципе, по поводу граждан, к примеру, в Тульской области не более гектара. А граждане имеют право сельскохозяйственного назначения земли эксплуатировать как личное подсобное хозяйство. То есть, это будет считаться полевым участком. Вот у нас, например, нормы не более одного гектара. И если вдруг каким-то образом гражданин владеет землями сельскохозяйственного назначения большего размера, то он в определенный законный срок обязан привести свой размер земельного участка в норму. То есть, например, провести отчуждение, отказаться от этого права аренды, но чтобы у него было в пользу не больше одного гектара. Есть еще один вопрос, который фактически этим законом не урегулирован. Это вопрос касается того, а если земли находятся, они муниципальные, но они не откадастрированы, не имеют кадастрового номера и так далее. Как с этими землями поступают? Тут я добавлю, что есть земли невостребованных поев, есть земли запаса и есть реально земли муниципальные, но не откадастрированные. И так вот, на каждой из этих видов земель будут определенно разные действия надо совершать. Ну, в связи с того, что папа рассказал, это только относится к землям, которые муниципальные. И еще один из нюансов, они, соответственно, должны быть включены в границы населенных пунктов. То есть это должны быть земли сельхозназначения. Ну, опять-таки, ни промышленности, ни леса и так далее. То есть тоже другие категории тоже не подходят. Таким образом, честно говоря, исключается очень много земель, которые могли бы быть доступны сельхозтоваропроизводителям. Но также добавляется все-таки именно простой способ получения именно их. Вот ищите в своих регионах такие земли в своих районах. Просите предварительное согласование предоставления на земли. Здесь получится порядок такой, скорее всего, как правильно говорит Дима. Значит, будет, скорее всего, теперь по этому основанию можно будет получать предварительное согласование предоставления на земли, которые не откадастрированы. То есть вы будете кадастрировать, получать преимущественное право получения этой земли потом в аренду. Такое решение о предварительном согласовании предоставления регистрируется в Росреестре. Это не просто бумажка, разрешение на межевание, как бывает, заменяют это понятие, но это именно очень серьезный документ, который дает право в дальнейшем получить уже откадастрированный участок, который вы за свой счет откадастрируете, получить его в аренду уже опять-таки без торгов по следующим всем основаниям, которые папа уже рассказал. Тем более, что вы будете первым заявителем, а у нас, как я и сказал, заявления рассматриваются в порядке рассмотрения. Ну вот, пожалуй, и все. Коротко, и я постарался сказать, это максимально доступно для вас и понятно, я не знаю, получилось или нет, но для того, чтобы еще раз подчеркивать, для того, чтобы еще раз вникнуть, распечатайте себе этот закон и посмотрите, прочитайте сами. Но суть в том, что не надо на этот закон полагаться, как на манну небесную, все равно здесь есть ограничения, есть какие-то пределы, поэтому это надо все учитывать. Всего всем доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!